Плакаты, фотографии, исторические документы, драгоценные реликвии. Музей современной истории России впервые знакомит широкую публику с уникальными экспонатами. Выставка, подготовленная при поддержке Российского исторического общества и фонда «История Отечества», приурочена к 70-летию образования КНР. Для того, чтобы двигаться вперед и развивать дальше наши отношения, которые сегодня находятся на самом высоком уровне за всю историю, отношения, носящие характер стратегического партнерства, для того, чтобы их развивать, нужно ясно представлять себе тот фундамент, на котором они держатся. Этот фундамент – это история наших взаимоотношений. Большая часть экспонатов – это государственные подарки, преподнесенные в ходе официальных визитов в СССР правительственных делегаций из Китая. Это пейзаж на кунжутном зерне. Он помещен в капсулу вместе с стихотворением Мао Цзэдуона на рисовом зерне. И это подарок Сталину 1949 года от ЦК КП Китай. В 1950-м был подписан советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. СССР направлял в КНР специалистов для передачи опыта и знаний, строил заводы, восстанавливал, а где-то создавал с нуля промышленность. Это макеты возведенных объектов, выполненные с применением драгоценных материалов – пробкового дерева, нефрита, слоновой кости. Это макеты Аньшанского металлургического комбината, который как раз Мао Цзэдуон привез в 1957 году к 40-летию Великой Октябрьской революции в Советский Союз. Мы видим здесь также макет моста через Янцзинь, реку китайскую, протяженностью 1680 метров. Это огромный мост, который также был спроектирован советскими инженерами. Но самым дорогим подарком стал этот сверкающий золотой герб СССР. Здесь 6 килограмм очень высокопробанного золота и 15 килограмм серебра. Был привезен правительственной делегацией во главе с Мао Цзэдуоном в 1957 году. Выставка рассказывает не только о парадной стороне, нашлось место и для простой человеческой истории. Эту пилотку и фотоаппарат предоставила для выставки внучка советского летчика Ивана Коптьева. Он был одним из тех, кто в 1937 году перегонял советские самолеты в помощь китайской армии, которая в то время воевала с Японией. Перелет 3000 километров совершали они в тяжелейших условиях Алма-Ата, Ланчжоу и потом на фронт, на Мкин. Почему в тяжелейших? Потому что без кислородного оборудования над Чяньшанем летели, над пустыней, приземлялись на горных аэродромах и даже их командир погиб при приземлении в Суджоу. Авторы выставки не закрывают глаза и на трудные периоды взаимоотношения Китая и СССР. 1929 год. Инцидент на китайско-восточной железной дороге, в результате которого советская администрация на время была отстранена от контроля. Сегодня совершенно особый период. Год от года укрепляются двусторонние связи и дружеские отношения между Россией и Китаем, что символически отражено и в логотипе выставки. Служба информации Российского исторического общества.